привет максим 0 м это я глеб из кикли и сейчас я нахожусь в лесу на самом деле не особо свойственная для меня атмосфера и окружение но сожалению дома не получается снимать мне из-за шума и все такое из-за плохой акустики слишком много эхо и перероднулся вот в этот вот чудесный лес рано своим домом для привет как видишь я тоже в лесу и первый вопрос который я хочу тебе задать это что такое кикли и можешь сказать краткую историю как это появилось у в кикле это паблика в котором я на самом деле работаю сейчас как она появилась я на самом деле честно не знаю просто один паренек из липецка решил попробовать снять видео о извиняюсь просто один паренек из липецка решил просто попробовать вести свой паблик на рассвете ты был где-то три года назад тогда еще мало было пабликов просто макат и он решил попробовать я его увидел там было где-то 50 человек я ему такой говорит блин на давай-ка я попробую с тобой начать работать и как видишь все прекрасно получилось и сейчас в кикле 13000 подписчиков я чудесно тут работаю наслаждаюсь жизнью и ответвился от канала и от паблика и сейчас работаю над каналом как ты думаешь самокатная движуха в россии достигла своего максима или еще есть куда расти вот на самом деле я думаю что сейчас вот самый пик как раз потому что очень много канала создается очень много пабликов создается очень много скутер-шопов открывается куча просто деталей просто бери не хочу их блин когда я начал кататься у нас был выбор типа либо стрит доска либо парк у нас не было выбор стрит доска широкая стрит доска узкая у нас не было такого у нас было все очень сложно либо есть либо нету вот сейчас как раз таки рассвет так что вот так вот логотип какого самокатного бренда тебе нравится больше всего я бы сказал астек потому что я себя позиционирую в принципе как творческую личность как дизайнеров его степени но с глазом у меня по крайней мере все отлично как я считаю и бренд астек мне нравится своим минимализм точнее их логотип он приятно очень выглядит исполнен очень очень блин даже не знаю как это сказать это очень привлекает этот минимализм его очень а вот эти вот все конструктивные логотипы по этику мне очень не нравится что они сложные какие бренды одежды считаются самыми самокатерской я считаю что блин нет самокатерских брендов одежды это все какой-то бред и честно ерунда сейчас все каждый одевать так как хочет я лично наш ну вот что я ношу я просто одевал бы которые мне удобно я одеваю вот такую вот большой балахон как таскать ветровку потому что в ней комфортно кататься было бы она не сковывает твои движения и все я не не понимают этого стиля типа а я стритер значит мне должны быть широчетные все шмотки крутые и красивые нет ты должен делать так как тебе удобно вот и это все бред бредом как то так ты недавно сказал что на пеках уже не катаются что ты думаешь про 12 стандарт и 30 колеса что ж насчет 12 стандарта это супер актуальная вещь сейчас я серьезно говорю очень многие на них катаются 30 миллиметровые колеса радикс это тоже тема сейчас многие на них катаются я на них катаюсь есть ли у них будущее конечно у них есть будущее если у них есть уже потрясающе настоящее конечно же я еще год назад горел желанием поставить себе радикса или к примеру 12 стандарт просто горел невероятно как как то так почему россии шею деки называют стакан она же даже на стакан не похожа что ж почему же так называют стакан шею шею стаканом это короче на самом деле пошло как мне кажется от вот этих а иксов тряси и так далее которые продвигали самокат в россии и они называли вещи своими именами ну и как-то пошло именно так не знаю как бы я сам понимаю прекрасно что стакан это та часть куда вставляет сама по себе вилка а нек это краски вот эта вот часть которая соединяет сам стакан спала бы доски от нее зависит вся прочность самоката как раз таки я не знаю вот ну как-то видимо начальники первопроходца они немножко неправильно использовали термином что за кости для самокатчика я не могу дать ответ на этот вопрос прям вот такой развернутые конкретные я мусор что для каждого стиле это свое стиль это блин это стиль это чисто вот то что делает самокат самокатом без стиля все бутылки выглядели бы страшно и некрасиво но когда у тебя есть или ты когда-то красиво амплитудно вылетаешь приземляешься это всегда будет максимально красиво я думаю тут как-то подмешано вот это вот перфекционизм как это называют сейчас многие люди вполне вполне реальным из-за этого краски чем перфекционистический перфекционистический ты катаешься тем лучше выглядит твое катание если не самокат то что ну я бы выбрал в первую очередь скейт конечно же у меня даже скейт был у меня он даже и сейчас есть я на нем катаюсь иногда но сейчас у меня к сожалению это траков и на скейте я довольно сильно преуспел катаясь всего неделю я выучил кикфлип хил флип бэрил флип трей флип почти и борт слайд вообще стабильно так что я думаю что скейт является очень хорошим видом спорта как замена самокату почему бы и нет смотришь ли ты русский стендап какой твой любимый комик хотя бы ты сам обрабатывать себя в стендапе что же смотри ли я стендап ну если только данила поперечного пару раз смотрела так я не смотрю вообще стендап то есть я за всю жизнь наверное три стендапа данилы посмотрел и боль не более вот и блин наверное все же мой любимый комик это данила поперечный и в роли стендапа я бы себя наверное хотел попробовать даже не знаю как-то странно потому что по моей части наверное а может быть и по моей части я себя не вижу стендапером я не знаю я не знаю честно возможно когда-нибудь что-то и будет я не хочу обещать извините за запинание глиб веселье замерз остальные вопросы я запишу дома в одном из видео ран веримся я увидел с надписью сент и сверху мне показалось что это очень крутая идея представляешь такой стоишь который все сделать трюк волнуешься переживаешь опускаешь глаза и видишь эту надпись она тебя мотивирует а чтобы ты написал там помытье про мотивацию это не ко мне на самом деле единственное что меня может замотивировать я не знаю я наверное придурок или что-то такое короче я даже не буду показывать я как то сказать как сказать я просто беру правую руку поднимаю такой фиг с ним и у меня все получается я не знаю как это работает на это именно так то есть реально страх пропадает ты хочешь такой сделать фронт бурай в квотере а это кстати опасное дело можно очень сильно упасть где такой пофиг фиг с ним и у тебя все получается главное правую руку вверх и вот так резко вниз на выдохе произнести фразу кто-то может произносить что-то другое но главное произнести то что ты считаешь максимально полезным какая деталь для самоката тебя больше всего удивило когда вышел больше всего меня удивил на самом деле вилка native versa потому что она супер универсально это можно поставить абсолютно любое колесо и это меня очень сильно обрадовало я таких деталей еще не видел это прям то ради чего стоит жить честно скажу очень огорчает меня то что сейчас никто не делает такие вилки которые прям супер пупер универсальный максимум это радикса либо стандартные колеса можно поставить это не то это не круто а вот верса там где и 12 стандарт воткнешь пожалуйста и обычные 110 колесо отнес вообще просто разницы нет это просто не знает вызвало мне дикую эйфорию у меня даже такая вилка была я просто психанул пошел купил себе она была шикарно но она сломалась через пару месяцев не снизу отлетела отлетели лапки она была плохая по качеству ну блин какая же она классная ты согласен что стоит это больше стиль и образ жизни а парк это больше про спорт я думаю что стиль это все таки да правда по по большей части это чисто стиль для каждого повторяюсь это свое вот парк это да это все же про спорт там и соревнования по него постоянно проводятся какие-то или что нибудь еще в общем я выбираю стрит потому что это стиль и стиле я наверное преуспел а вот спорте такое себе на самом деле по трюкам у меня все не очень хорошо но трюки делаются зато красиво как я считаю я видел форму руля bestial wolf так он был супер-пупер широченный где-то 65 сантиметров в ширину по моему и 70 с чем-то там в высоту и у него короче была форма как у руля у района вильямса но прикол в том что у него треугольник вот этот вот он был раза в два больше на котором здоровенный я если найду я попытаюсь отправить эту фотографию чтобы вы показали он был в таком цвете очень популярным в медном цвете он был это было очень красиво это был вы было очень необычно я хотел этот руль когда-то но их очень быстро раскупили потому что он уже в этот момент был старым за сколько ты набрал 4000 часов просмотра что включить монетизацию видео где один час интро этому как-то помогу да я должен признаться я выложил видео один час со своими интро чисто чтобы мне набили накрутили часов я купил накрутку где-то за тысячу рублей тысяча с чем-то часов накрутили мне вот и классно чё сказать и все круто мне мотивацию подключили я уже давно отбил этот самый косарь который я потратил на раскрутку рекомендую сделать абсолютно так же потому что если ты считаешь что твой контент годный а я считаю что твой максим кстати контент очень годный то реально давай подключаем монетизацию быстрее ждем ожидаем очень классно было бы какие реально можно деньги зарабатывать мне вот лично мне как подростку 16-летнему мне вполне хватает зарплаты с youtube чтобы просто как минимум идти и покупать себе какую-то вкусняшку или поехать к примеру в москву я подмосковь если что живу и покататься там где-нибудь какие-то парки это очень классно а я забыл ответить я забыл добавить я же набрал эти 4000 часов в сумме примерно за один месяц то есть вот примерно вот за такой промежуток времени а вот сейчас я 4000 часов набираю приблизительно за две недели я сам шоке что ты думаешь про карбоновые рули? есть ли у них будущее? что ж про карбоновые рули карбоновые рули мне очень нравятся мне дали один раз такой пожмякать это была комета никакой рекламы и она была супер-пупер жестко то есть извините за тряску я не знаю как это объяснить но вот представь у тебя есть вот такой вот руль просто такая прямая палка и когда ты приземляешься она немножко вот так вот изгибается и обратно выпрямляется что же с карбоновым рулем происходит когда ты приземляешься он вообще никак не изгибается он тупо остается в своем положении каким каком он и был таком и на остается я не буду рассказать про технологию плетения там потому что очень хитро и секретно мне попросили не рассказывает но это очень это очень круто это гениально и сломать карбоновые рули невозможно от прямых ударов только если от торцевых стоп я сказал это же одно и то же боже короче если бить карбоновый руль оба что-нибудь начнут разрушаться слои композитные и он начнет просто лопаться и рваться а если пытаться его согнуть то вы его так не сломаете на изгиб он не ломается а что насчет пластиковых дек вообще есть какая-то альтернатива алюминиевым сплавом нету никакой альтернативы алюминию к сожалению нельзя будет сделать доску пластиковую чтобы она была по прочности такая же как и алюминиевая дело в том что пластик это блин пластик алюминий он алюминий как бы логично да металл и пластик это немножко разные вещи почему алюминий он гибкий упруги такой а пластик он да он гибкий но он уже не такой упруги как алюминиевого алюминия намного больше коэффициент упругости и как бы его и разорвать и согнуть будет сложнее намного плюсом алюминий это как бы да это это алюминий это же классно блин я уже не знаю что сказать честно у меня дико замерзли руки я не знаю чем я себя так пытаюсь зачем я вышел на улицу мне даже синенькие под глазами спасибо за ответы для подписывайтесь на канал глеба и скидки что ж зрители максим и сам максим я хочу вам сказать до свидания пожелать вам дикого просто прогресса спасибо большое за этот просмотр надеюсь вам понравилось это видео можете в принципе наверное перейти на мой канал и посмотреть мои видео потому что последнее время я стараюсь делать максимально качественно и без вот этих вот всяких приколов быдло то есть я стараюсь вести себя более или менее приемлемо ну как принципе и подобает мне в целом есть вопрос по самокату я давно хотел спросить у меня люфтит система что мне надо подкрутить я хочу поставить флеер на прогресса нет уж год как катить мне нужно фотор сделать там переворот нету денег на детали я катаюсь на фигне как мне спонсора найти бы чтобы скуп купил мне самокатный вопрос всех волнует серьез у кого бы спросить как проблему решить я найду все в ответ напиши мне в коммент что хотел бы ты знать кого в гости позвать есть вопрос ко слову кости что за трюк такой анбар про него в одном видосе нам арбатский рассказал я спросил бы у михея у аха и у тряси как набрать столько подписок и с ума бы не сойти пусть тостапов не ответит на вопрос про геймов скуп кем из райдеров планеты он играть бы не рискнул самокатный вопрос всех волнует всерьез у кого бы спросить как проблему решить я найду все в ответ напиши мне в коммент что хотел бы ты знать кого в гости позвать самокатный вопрос всех волнует всерьез у кого бы спросить как проблему решить я найду все в ответ напиши мне в коммент что хотел бы ты знать кого в гости позвать помогу я вам всем я же макс 0 ам если лайк ты нажал ты меня поддержал и и и и и Продолжение следует...